Цифровые деньги, похоже, выходят из тени. Им пророчат большое будущее. Все больше интерес к криптовалюте проявляют бизнесмены, ведь криптотехнологии обладают огромным потенциалом для оптимизации бизнес-процессов. К слову, с середины ноября во Владивостоке работает первое в России агентство, которое занимается предоставлением консультаций по криптовалютам. То есть, используя блокчейн как технологию, создать какие-то продукты, которые бы изменили нашу жизнь. Нам не нужно будет ходить в МФЦ-центр, нам не нужно будет ходить в ФРС, чтобы регистрировать квартиру, нам не нужно будет какие-то вещи. Мы можем давать смарт-контракты каким-то своим устройствам. На карте криптотехнологий Россия пока выглядит как белое пятно. А вот у Приморского края хорошие перспективы. Не в последнюю очередь это обусловлено геополитическим положением Владивостока. Рядом Япония, родина криптовалют и Китай, где сосредоточено 80% майнинговых мощностей. Китай является территорией, на которой майнинговые фермы уже есть и работают. И в этой связи есть инициатива нашего правительства нечто подобное создать и на Дальнем Востоке. Единственное, что нам пока сейчас мешает, что все это находится в неправовом поле. Но мы ждем, что в этом году, наверное, к 18 июлю, по заявлению нашего министра финансов Антона Силуанова, будет закон принят. Проект закона уже есть, а с его принятием будет понятно, легализует наша страна рынок криптовалют, либо нет. Однако уже сегодня во Владивостоке порядка 2,5 тысяч человек имеют электронные кошельки и манят цифровые деньги. Чтобы обналичить криптовалюту, едут в Китай, потому как превратить виртуальные деньги в физические рубли можно только на территории зарубежных стран. Есть возможность быстро заработать по такому направлению, как тот же криптотрейдинг, то есть игра на бирже, игра на валютах. То есть люди активно инвестируют в эту деятельность. Плюс активно сейчас развивается сектор разработки блокчейн-приложений. То есть это тоже интересно для бизнеса. То есть бизнес готов этим заниматься, вкладывать в эту индустрию, то есть какие-то свои проекты. В 2017 году рынок криптовалюты в России превысил 100 миллиардов долларов. И это только начало. Блокчейн-технологии, на основе которых и функционируют криптовалюты, называют второй волной информационной революции после интернета. И эта волна серьезно изменит существующий порядок вещей. Катерина Матвеева, Дмитрий Сухоруков, Новости на Восьмом.